Всем привет! Меня зовут Олеся и вы на моем канале о вязании. Я вас очень рада приветствовать. И в этом видео я хочу рассказать о своих готовых работах за июнь месяц и подробно о них рассказать и показать. Как это не удивительно, в жару у меня получилось так, что изделие у меня либо шерсть, либо альфака с шерстью. Ну, в общем, очень-очень теплые. Их всего четыре, один из которых коврик. Ну, в общем, июнь месяц у меня не сильно богат на готовые работы, но начнем. Первая готовая работа это толстовка для Томаса, для моего старшего сына. Связана она приблизительно на размер 104, три с половиной года сейчас. И вот она ему как раз, но кова немножко длинноватый. Так что, в принципе, на осень должно точно хватить. Это пряжа с обдонигом твит. Такой вот красивый голубой, с однотонным крапушками. То есть синий, голубой, белый. Нет какого-то веселенького. В общем, классный. Мне очень-очень нравится. Этот анарак это реглан сверху. Вот с таким вот карманом кенгуру. Здесь глубокий, то есть это не как нормальный карман, как вот на магазинных толстовках. Пряжа это цвет номер 5548. И полностью на весь этот анарак у меня ушло до ВТО 210 грамм. И после ВТО 197 грамм у меня. Получается, после того, как я смыла пропитку, он похудел на 13 грамм. В общем, как я и сказала, это реглан сверху. Вязала я по видео Ольги Кондратьевой толстовка с капюшоном. Я уже такую модель вязала для младшего сына. Но в том варианте я не вывязывала карман. Там толстовка была полосатая. И как-то мне показалось, не будет смотреться. А в этот раз я решила попробовать и связать все в точности как по видео. И осталась очень довольна. Получилось очень классно. И вообще очень здорово. Вязала на спицах 3,25 основное полотно и на спицах 2,25 резинку. Здесь нахлёст у горловины и капюшон. Здесь обработка полурезинкой. Рукава резинка 1х1. Закрыта углой имитации итальянского набора. И низ точно так же закрыт. Как можно заметить, это лицевая гладь. И вот здесь от подреза изнаночная лицевая, изнаночная. Чтобы на этой пряже всегда нужно обозначать, как имитацию боковых швов делать. Потому что у меня, по крайней мере, я уже дважды вязала из этой пряжи. И оба изделия у меня косили. Хоть я и вязала с крутинки, с вот такой. Но это всё дело косит. И потом, чтобы это всё удачно заблокировать, нужно чётко знать, где эти боковые швы находятся. Потому что при блокировке приходится её прям вытягивать, растягивать. И именно иглами блокировать чётко по боковому шву. Получится ширина толстовки, полуобхват 35,5 см. Это я уже мерила по стираной, высушенной вещи. Длина регланной линии 17 см. И получается высота от подреза, то есть высота тела получается 20 см. И ещё резинка 3,5 см. Если интересуют более подробно расчёты, записи, у меня в инстаграме есть фото, где прямо вот этого листа, где у меня здесь всё, как я рассчитывала, как я рассчитывала. В инстаграме есть фотография. Там есть пост с этим изделием. У нас неожиданно удачно похолодало, и я смогла Томаса сфотографировать. И там вся информация тоже есть. Но из подробностей могу рассказать, что всего я набирала, так как вяжется это всё сверху, и на высоту нахлёста нужно вязать поворотными рядами, и учитывать ещё этот нахлёст. Всего у меня получился наборный край на вспомогательную нить 128 петель. Затем я расставила маркеры, вывязала росток. Росток у меня получился 12 рядов. И провязав 21 ряд именно поворотными рядами, в 22 ряду я замкнулась в круг и так и продолжила вязать по кругу, делая прибавки у регланных линий. Всего у меня на теле 17 прибавок, на рукавах 18. Разбрасывала я их как в произвольном порядке, чаще у горловины и более реже к подмышке, к середине. И таким образом увязывала полностью реглан. После этого отсоединила рукава и стала вязать тело вниз. Тело у меня всего 68 рядов от подреза и плюс ещё 14 рядов резинка. Но, получается, провязав 18 рядов от подреза, я начала вывязывать карман. Для того, чтобы карман получился именно такой, как у магазинных фабричных толстовок. Там есть такие хитрые и очень классные способы. Если вас интересует, заходите на канал Ольги Кондратьевой и посмотрите там. Она очень подробно объясняет. У неё видео с этой моделью на три части разбито. И там всё настолько подробно и понятно, что разобраться очень просто. Связала карман, затем резинка. Всё, закрыла иглой с имитацией итальянского набора. Точно так же просчитала рукава, связала рукава. В общем, абсолютно, не скажу элементарной, но очень классная модель. Очень всё понятно, легко вяжется. Но меня она заставила немного понервничать, это изделие. Потому что пряжи у меня было всего 200 грамм. Я заказывала эту пряжу ещё в марте. Это был мой подарок на 8 марта. Пряжа Sovdoni Holtwit. Я её заказывала в магазине у Кати Шаповаловой в Ирландии. И, получается, синего цвета у меня было 200 грамм. Я очень надеяла, что мне хватит. Зря я так надеялась. В общем, каждый свой этап я высчитывала, сколько у меня пряжи осталось. То есть, провязав тело, я взвесила, посчитала, сколько пряжи осталось. Рукав, второй рукав. В общем, когда я уже начала приступать к капюшону, я поняла, что пряжи мне не хватает. И там уже были очень разные мысли, что же с этим совсем делать. И очень не хотела сделать полоски. И у меня, в принципе, подходящий цвет был. У меня ещё я заказывала три цвета. И у меня ещё такой белый. Ну, короче, в общем, нормально посмотрелось. Но очень не хотела сделать полоски. Тем более, капюшон вяжется вот так. И вот здесь сшивается. Поэтому полоски эти смотрелись немного странно. Не знаю. Ну, в общем, очень-очень хотела закончить это всё в одном цвете. И я уже решила, что буду я эту пряжу дозаказывать. И вечером уже вывязав практически весь свой 200-хромовый моток, я зашла на Cutting Site, чтобы заказать себе эту пряжу. И с ужасом обнаружила, с ужасом обнаружила то, что пряжи в наличии больше нет. Что же с этим делать? Я долго думала, как поступить. В других магазинах вообще не знала, где найти. И с удовольствием твит. Ещё тем более с тем, что мне нужно определённый цвет. В общем, я решила, а, была не была. И написала Кате в Instagram в директ. В надежде на то, что у неё остались какие-нибудь там маленькие остаточки от бобин. Потому что, по сути, мне нужно было 20 грамм. Или около того. У меня было всего 200, плюс я связала образец. И всего полный расход у меня 210 грамм. Ну, ладно. Учтём ещё там всякие кончики. Ну, 20 грамм мне было нужно приблизительно. Я очень-очень надеялась, что у Кати осталось хотя бы чуть-чуть какой-то остаточек. Или от её проектов. Или от смотанных уже бобин. И Катя мне написала. У неё действительно было немного этой пряжи. И мы с ней договорились. И она мне выслала. И пряжа пришла очень быстро из Ирландии. Она мне выслала в понедельник. И в четверг, по-моему, нет, по-моему, в пятницу пряжа уже была у меня. И я сразу же быстренько-быстренько всё это довязала. Там буквально вечер мне нужно было посидеть, это всё довязать. И сразу же я на следующее утро сразу постирала. И стирала я как и в первом случае, когда я вязала Хейвор, так и в этом случае. Я набрала в ванну воду, замочила там своё изделие. И стала намыливать мылом, кокосовым мылом от Марии Шпаковой. И я его намылила. И как немножко сполоснула в этой же грязной воде. Вода была просто дико грязная. Это было какое-то... Просто такое ощущение, что вывалили в грязи. И эта грязь вымывается. Ну, просто очень была грязная вода. И вот, немного отжав, такое мокрое и чуть-чуть с мылом изделие, я бросила в машинку и постирала это всё на режиме шерсть. У меня машинка стирает режим шерсть на 20 градусов и, по-моему, 500 оборотов. Ну, в общем, на этом режиме оно у меня постиралось. И отлично, просто великолепно. Я уже также, я говорю, стирала в другое своё изделие. Как по мне, всё отлично просто смылось. Очень классно выглядит. И после стирки я его блокировала. Я прям раскладывала на... Ну, в общем, я в каком-то видео в своём предыдущем показывала такие коврики детские, там, с цифрами. И они хорошо иглами протыкаются, очень удобно. И я прям вытягивала, растягивала, выравнивала по регланным линиям, чтобы оно было ровное. Потому что очень косит. Даже с крутилки. Вот. И оно всё благополучно высохло. И как раз сразу же получилась такая, что прохладная погода. И можно было всё это дело отфотографировать. В общем, получилось очень классно. Томасу понравилось. Ну, в принципе, он несколько раз его даже носил и комфортно себя чувствовал. Ни разу не говорил, что ему колется. Поэтому я в надежде, что мы эту вещь ещё хорошо так поэксплуатируем. И будет он её ещё носить. В общем, такая моя большая, большая, готовая работа номер один. Очень довольна. Мега большое спасибо Кате за то, что она меня спасла. Потому что этот проект не был бы таким классным без неё. Так что, в принципе, по техническим подробностям это всё. И на этом с этим изделием закончу. Вторая готовая работа это шапка. Шапка, которую я вязала из пряжи Drops Air. Вот. Это образец для этой шапки. Я специально вязала по кругу, чтобы рассчитать плотность более точно. Потому что, тем более, у меня здесь жаккард. И при вязании поворотными рядами, и при вязании по кругу жаккарда. Это, конечно, совершенно две разные вещи. И здесь я также пробовала итальянский набор. Как он будет смотреться. Резинка один на один. И, в общем, вот такой я вязала образец. Прикольно очень получилось. И цвета номер восемь это розовый. Номер десять это голубой. Вязала я на обхват головы пятьдесят два с половиной. И вязала на спицах номер четыре и на спицах номер три резинку. Набор делала... Итальянский набор делала на спице два семьдесят пять. На тот момент, когда я начинала вязать эту шапку, у меня еще не было более тонких спиц. Они появились чуть попозже. В общем, делала на самые тонкие спицы, какие есть. Итальянский набор, два ряда пола резинка и затем уже обычная резинка. Получается, у меня, собственно, шапка. Вот так она выглядит. Резинка высокая. Здесь еще набрано. 110 петель на спице два семьдесят пять. Пятнадцать сантиметров провязана вверх. Это у меня пятьдесят семь рядов. Затем сделаны прибавки, потому что этот узор, он не тянется вообще. То есть очень-очень слегка, очень плотно получается, потому что здесь раппорт узора. Получится пять петель, две изнаночные и три лицевые. И лицевая здесь, центральная лицевая вытянутая, то есть провязывается через ряд. И из-за этого, плюс еще из-за жаккарда, это все очень плотненько. Шапка, я думаю, будет вообще непродуваемая. Очень классная получилась и безумно теплая. Мне ее даже держать в руках жарко. Еще пока на модели не фотографировала, потому что, я же говорю, даже в руках держать невозможно. Очень сильно жарко. Получается, полностью расход на шапку у меня вышел 60 грамм голубого цвета и 25 грамм розового. И еще плюс 22 грамма вышел помпон. Это на помпоннице девять сантиметров. Так что, вот такая вот шапка. Закрытие макушки у меня здесь четырьмя клиньями. И вот так я делала убавки. Вот. Так что, получилось очень классно, очень теплое. И, надеюсь, владелице будет нравиться ее носить. В общем, клевая очень шапка. И также была мысль сделать на эту шапку мастер-класс. Если вас интересует этот момент, напишите мне, пожалуйста, чтобы я знала, стоит этим заморачиваться или нет. Но пока... Это, наверное... Если и буду я это снимать, то ближе к осени, чтобы было более актуально. И, на самом деле, сейчас будет очень жарко это вязать. У меня сейчас... Сегодня очень жаркий день. Поэтому я бы не рискнула сегодня вязать 36 градусов Drops Air. Потому что она мохнатая и очень-очень жарко. У меня всего было по два мотка каждого цвета. И розового ушло всего 25 грамм. У меня 75 грамм осталось еще. И, естественно, нужно же дополнить комплект. И третья моя готовая работа. Это вот такой снуд. Здесь абсолютно нет ничего сложного. Получается, я набрала на вспомогательную нить 100 петель. Я вязала на спицах 4,5. Вот такое полотно. Мне очень понравилось. Вывязала до конца и закрыла икордом. Вот так это все получилось. Здесь сняла вспомогательную нить и закрыла икордом. Потому что я не знаю, как начинается икорда. Я слышу о том, что получается не очень красиво. Ну, то есть это нужно было искать видео, учиться. И я решила пойти по пути наименьшего сопротивления. И закрыла и там, и там икордом. Получился вот такой снуд. Здесь 26 сантиметров. И вот так 39 сантиметров. Это после ВТО я меряла. Получился очень классный. Примерять не буду. Извиняюсь. Даже держать его очень жарко. Поэтому классный, простой. И я думаю, к шапке будет смотреться просто бомбически, космически. Так что получился такой комплект. Не знаю, сколько он будет у меня ждать в фотосессии. Потому что я вязала его в подарок. И пока дарить его не собираюсь. Просто неожиданно мне пришла в голову идея, что же я именно, как именно я хочу связать шапку. И я решила начать быстро. Как раз у меня, я тогда ждала пряжу на анарак. И что-то хотелось вязать. И как раз пришла в голову эта идея. И сразу взялась вязать, подарю. Когда это будет актуально. И тогда же, наверное, и будут фотографии. Поэтому пока, к сожалению, только так. И следующая моя готовая работа. Это неожиданно. Даже для меня. Это был коврик. Коврик в ванную. Почему? В инстаграме я подписана на девушку, которая вяжет очень красивые ковры. У нее профиль называется Белкин Дом. У этой девушки очень просто великолепные работы. Там есть у нее очень большие, огромные прям ковры. Но, насколько я знаю, она вяжет их из хлопкового шнура. Не из трикотажной пряжи, а из другого немного материала. Там он намного тоньше. Но для меня это был не вариант. Не хотелось покупать что-то, какую-то еще пряжу. Если у меня есть вот это. У меня есть остатки трикотажной пряжи. И я решила, что из-за этого всего я свяжу коврик. И еще хотелось у меня этих остатков много. Разноцветных. Это то, что осталось после коврика. Еще вот так. Так что у меня почти целая была вот такого коричневого цвета. И я решила, что коричневый это будет основной цвет. А вот эти вот всякие разноцветные будут как какие-нибудь вставки цветные. И вязала я это все на крючком номер восемь. И получился такой прикольный коврик. Я покажу, вставлю фотографии. Он уже лежит в ванной. Мы его всю эксплуатируем. Получился прикольный. Вот очень нам нравится. И я довольна. И так вышло, что это моя последняя работа. Что могу сказать по поводу пряжи. На сайте, когда я заказывала, я это специально заказывала для корзинок. И заказывала я сразу много. У меня было, по-моему, 12 или 13 вот этих бобин. Потому что я заказывала на официальном сайте Тек-Тек. Это я не сказала. Это трикотажная пряжа Тек-Тек. И я заказывала ее из Португалии. И на сайте было указано, что они... Ну, то есть, вот эти вот нити одинаковой ширины. Но, не знаю. Надеюсь, будет видно. Что это абсолютно не одинаковая ширина нити. То есть, какая толстая нить вот эта. И какая тоненькая вот эта. И поэтому было немного трудно вязать. И плюс еще в этой пряже встречаются вот такие вот моменты. Когда не хочется, чтобы это все вылезло на лицевую сторону. Вот эти грязючки всякие. И плюс еще другой момент. Встречаются такие места, когда ты вяжешь-вяжешь-вяжешь. Нить идет, ну, то есть, одного... Одной толщины. А потом так, хоп, и она так резко похудела. Или резко потолстела. Ну, то есть, это... Мне просто не с чем сравнить. Поэтому... Но... В Германии трикотажная пряжа дорого стоит. И по сравнению с... С немецкой. Это стоило, я не помню... 4,50, по-моему, за большую бобину. Я даже не скажу, сколько она... Сколько метров, сколько весила. У меня даже ни одной целой нету. И этикетки, по-моему, я уже все выбросила. Ну, в общем... Я смирилась со всеми недостатками. Связала все нужные корзинки, которые мне были нужны. И эта пряжа у меня... Лежит вот в остатке. Вот это все, что осталось. И я теперь даже не знаю, что с этим сделать. Здесь я не знаю, даже... Грамм 250, наверное. Ну, в общем, что-то я с этого тоже свяжу, наверное. Ага, может, пусть лежит. В принципе, я же говорю, немного осталось. И... В общем, к чему все это... Спасался у меня коврик. Классный коврик. Мне понравился. Еще раз ставлю фотографии. И я даже не помню... Абсолютно не записала нисколько воздушных петель я набирала. Вязала я просто обычными столбиками без накида. И узор этот мне, к примеру, больше напоминает метод интарсии, чем жаккар. Скорее всего, это интарсия, потому что у меня есть места, где три цвета в ряду. И... Я же не протягиваю полностью нить под петлями, чтобы вернуться. Допустим, фрагмент провязала. Эту нить, допустим, зеленую бросила. Потом центр у меня коричневый. Я провязала коричневую, бросила нить. Потом провязала следующий цвет. Развернулась, провязала тот цвет. Потом взяла коричневую нить, провязала. И там зеленую нить провязала. То есть это больше... Для меня это похоже больше на интарсию. Подскажите. Кто знает, подскажите мне, пожалуйста. И... Как я уже пять раз повторила, извиняюсь за это. Это были все мои готовые работы. Сейчас в процессе у меня находится пулловер. Здесь, конечно, еще ничего не видно. Это Изабель Пулловер. Если вам интересно, можете зайти и посмотреть влоги на моем канале. Там их уже целых два. И в этих влогах я подробно рассказываю, как я его вяжу, с какими трудностями я столкнусь. С какими трудностями я столкнулась. И это уже второй вариант. Я уже благополучно распустила. Примерно чуть меньше, чем вот это было связано. Но уже я замкнулась вот здесь в круг. И это на вот таком вот расстоянии было провязано. Я померила. И получилась очень узкая горловина. Поэтому я это все бескущадно распустила. Вот распущенный моточек. Я это все распустила и заново начала вязать. Я же говорю, если вас интересует, заходите, смотрите влоги. Я буду очень-очень рада. Ну, если вы зайдете, посмотрите. И спасибо большое за внимание. Мне было очень приятно снимать для вас это видео. Я надеюсь, оно вам понравится. И напишите мне что-нибудь. Может, у вас есть вопросы. Так что спасибо большое за внимание. И до новых встреч. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.